Вы смотрите информационную программу Телефакт в студии Антона Бразцов. Здравствуйте, спонсор выпуска «Зимняя ярмарка» с 26 по 29 января во дворце «Спорт-Юность». И о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виновника гибели троих человек в ДТП со скорой отправят под суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Александра Филина. По данным следователей, именно он в октябре прошлого года устроил жуткого варю на Свердловском тракте. Иномарка врезалась в скорую помощь. В результате погибли трое. Водитель неотложки, фельдшер и маленький ребенок. Александр Филин по версии следствия был пьян. Теперь ему грозит 9 лет тюрьмы. А мы решили узнать ваше мнение. Стоит ли отнимать права у водителей из-за аварии с участием спецмашин? Речь идет о скорой помощи пожарных и ГИБДД. Спрашиваем об этом в группе Телефакта ВКонтакте. Большинство пользователей уверены, если авария со смертельным исходом, лишать прав нужно пожизненно. Или на 2-3 года, если жертв нет. Многие, впрочем, считают, что не нужно рубить с плеча, ведь водители спецмашины тоже могут быть виноваты. Такие громкие дела обычно влекут за собой новые законопроекты и становятся приоритетными у стражей порядка. Кстати, южноуральские полицейские вошли в пятерку лучших в стране по раскрываемости. Эти заслуги отметил губернатор. Многие оценки оказались ожидаемыми, но от этого и менее значимы. Снижение уровня преступности, повышение процента раскрываемости в 2016 году. В прошлом году количество преступлений снизилось почти на 9%. Сократилось число убийств, нападений, краж, угонов и хулиганских поступков. В качестве поддержки областные власти направят на обеспеченный общественного порядка более 500 миллионов рублей в этом году. Но есть правонарушители, которые вводят в шок даже стражи порядка. И что примечательно, сделать с ними практически ничего нельзя. В такую ситуацию попали жители новостройки в соседней Оренбургской области. Их соседями стали выпускники интерната. Вчерашние школьники заселились в новое жилье по госпрограмме и превратили жизнь всего дома в ад. Как обстоят дела социальной адаптации детдомовцев в Челябинске, Николай Лесников выяснил. Пьяные там ломают лифт, выбивают, там лифт ломается, останавливается, люди не могут спускаться на лифту. Бьют стекла, ломают, то есть не могут через подъезд попасть, разбивают стекло над козырьком. И такую картину наблюдают жители многоэтажки в соседней Оренбургской области. После того, как сюда по госпрограмме заселились выпускники интерната, их жизнь стала похожа на настоящий ад. На кадрах молодые люди пинают стены, громят лифт и громко кричат. В этой Челябинской высотке гораздо спокойнее, хотя здесь тоже живут выходцы из интерната. Альбина Хусаинова покинула стены детдома пять лет назад. Рассказывает, воспитатели научили ее многим важным вещам. «Стирать, готовить, ухаживать за своим жилищем». Жилье по госпрограмме получило всего два года назад. Тот самый день помнит до сих пор. Ключи от дома вручал сам глава города. «Я выпустилась, я не знала, что это вообще такое. У меня не возникало никакой проблемы, что надо платить. Сейчас я столкнулась с большой проблемой, что я не могу платить за коммунальные счета. Я прихожу за помощью в детский дом «Акварель». Мне подсказывают». Вот тот самый восьмой детский дом. Здесь и учат считать, планировать расходы и разбирать цифры в квитанциях. «Пригодится это в жизни, как бы в дальнейшей, то, что готовить же нужно что-нибудь. Нас учат убираться, как правильно». «То есть вести домашнее хозяйство?» «Да». «Как правильно погладить, брюки, рубашки стирать, нас учат». «Вначале нужно сделать нитяную ножку, потом, ну, если в пуговице, четыре отверстия. И пришивать пуговицу крестиком. А если два отверстия, то обычно. Вот, да, тоже эту ножку и в одно отверстие, и в другое». Зная такие простые вещи, домашние хлопоты им будут по плечу. «Деятельность направлена на то, чтобы в учреждениях были созданы условия, которые, скажем так бы, исключили бы возможность детей уходить отсюда, чтобы им здесь было комфортно, чтобы они смогли прожить свое детство так, как это полагается детям, и вступить во взрослую самостоятельную жизнь». Поддержку сотрудники детдомов обещают всем своим воспитанникам. Может, поэтому на Южном Урале сироты не громят квартиры и не устраивают шумные вечеринки. Николай Лесников, Роман Хатимов. Телефакт. Кстати, областные власти ежегодно обеспечивают жильем около тысячи сирот. Так, за прошедшие 12 месяцев свои квартиры получили 816 человек. На 110 больше, чем в 2015-м. В этом году на жилье для выпускников детских домов предусмотрено более 500 миллионов рублей. Это средства из областного и федерального бюджетов. Соцподдержку получат челябинские семьи. Правительство России распределило субсидии на этот год. Южноуральцам направят 60 миллионов на улучшение жилищных условий. Таким образом, в регионе поддержку получат 15 тысяч молодых семей. Субсидии предоставляются в рамках федеральной программы. Семья может получить треть расчетной стоимости квартиры или дома, если у супругов нет детей. И 35% компенсации, если дети есть. Кстати, с этого года молодые семьи смогут направлять эти деньги на погашение ипотеки. Раньше разрешалось только оплачивать первый взнос. Поддержку от правительства получат и предприниматели. Вице-губернатор Руслан Гатаров с начала года инспектирует города на предмет их привлекательности для иностранных партнеров. На очереди Южноуральск. На что город просит 500 миллионов рублей, выяснила Елена Шаргунова. На арматурно-изоляторном заводе в Южноуральске Наталья работает 11 лет. За это время обновилось немало оборудования. Особенно рада последней закупке предприятия – печи третьего термоудара. После обжига в ней стеклянные детали можно сразу отправлять на сборку. Теперь риск того, что они разобьются, минимален. Ну что, ну вот установили третий термоудар, прогоняют изоляторы еще раз. Ну я думаю, что они как поиспешание разрушения потом дальнейшее. Южноуральский арматурный завод своими мощностями впечатляет всю Россию. Сегодня он поставляет детали в страны СНГ. Но этого амбициозным промышленникам мало. Курс на Европу. Стандарты качества ужесточили. Новые разработки освоили. Миллионы вложили в модернизацию. Старейшее производство – это производство фарфоровых изоляторов. Благодаря управленческим решениям, благодаря модернизации мы добились примерно 40-50% по разным изделиям, разная рентабельность в фарфоре. Вскоре амбиции пришлось умерить. На завоевание иностранного рынка не хватает 500 миллионов рублей. Вице-губернатор Руслан Гатаров приехал посмотреть, стоит ли игра свеч. Заодно заглянул на другой прославленный завод. Здесь, кстати, похвастались. Проблем с заказчиками нет. На экспорт у нас приходится, к сожалению, 98%. Почему говорю к сожалению? Потому что мы бы хотели, конечно, чтобы на внутреннем рынке больше покупалось нашей продукции, обеспечить ее нашим сырьем. Варс незаменим в производстве электроники. И в эпоху цифровых технологий завод, естественно, процветает. Вот только для области в этом плюсов не так много. 90% продукции идет за рубеж. Мы должны подумать и создать на территории Челябинской области, может быть, это будет Южноуральск, предприятие по дальнейшему переделу того, что производится на заводе «Кристалл». ЮАИС и завод «Кристалл» – крупнейшие предприятия Южноуральска. На них трудится полторы тысячи горожан. А значит, других вариантов, как только развиваться, у заводов нет. Областные власти пообещали приступить к поиску инвесторов. Елена Шергунова, Евгений Нигматуллин, Телефакт. А чтобы точечно решать проблемы, чиновники проведут работу над ошибками. Губернатор Борис Дубровский сформулировал ряд поручений правительству на основе указа президента Владимира Путина. Напоминаю, что мы участвовали в обсуждении этого документа, работали в группах по подготовке положений. В текущий момент вышел итоговый документ. Глава региона также поручил всем министерствам и главам районов четко и по пунктам расписать бюджет, соблюдая баланс между наращиванием экономического потенциала и сохранением комфортной среды для обычных южноуральцев. О погоде. Завтра в Челябинске весь день будет идти снег, температура воздуха от 13 до 18 градусов со знаком минус. Вернемся к актуальной теме о том, какую поддержку может получить южноуральский бизнес. Мы спросим у директора агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолия Лапко. Здравствуйте, Анатолий Вадимович. На Южном Урале достаточно много крупных предприятий. Почему выбор, чем обусловлен выбор Южноуральска? Какие его сильные стороны? Выбор Южноуральска обусловлен тем, что туда осуществил свой очередной рабочий визит губернатор. В принципе, Борис Александрович уделяет внимание развитию каждого муниципального образования региона. Поэтому делать акцент именно на Южноуральске я бы не стал. Но непосредственно само муниципальное образование очень обладает хорошими предпосылками. Это их логистическое расположение. Это очень молодое население, что позволяет обеспечивать новые высокотехнологичные компании кадрами. Это очень важно. И их близость к транспортно-логистическому комплексу Южноуральскому и одновременная близость к городу Челябинску делает эту территорию очень инвестиционно привлекательной. Кто сейчас вкладывает деньги в нашу экономику? Насколько известно, с Китаем у региона связи налажены давно. Какие еще страны? Если говорить непосредственно про иностранные инвестиции, то страны, на которые мы сейчас делаем акцент, это, безусловно, Китай. О чем вы сказали, в частности, буквально через неделю лечу на очередной раунд переговоров в сфере аграрно-промышленного комплекса. Безусловно, это Китаю интересно, но мы стараемся совместно с Министерством сельского хозяйства акцентироваться именно на тех проектах, которые позволяют нам привлечь их в высокие технологии в сфере сельского хозяйства. А если говорить про промышленность, то мы очень активно развиваем также наши взаимоотношения с Итальянской Республикой. Буквально вчера у меня была встреча в Москве с одним из руководителей профильной итальянской государственной структуры, которая поддерживает, сопровождает итальянские инвестиции в других странах. А сказались ли как-то санкции на интерес зарубежных партнеров к Южному Уралу? Если говорить про санкции, связанные как раз с сельским хозяйством, то, безусловно, это подогрело интерес к инвестициям непосредственно локализации производств здесь. Также политика импортозамещения очень качественно влияет на иностранные инвестиции непосредственно локализацию производства на территории России и Челябинской области. Если говорить про негативные моменты, то, например, по взаимоотношениях с ФРГ, это сказалось негативно, потому что они наиболее рьяно отстаивают интересы Евросоюза, те принятые санкции как раз накладывают вето на взаимоотношения и на иностранные инвестиции в Российскую Федерацию. Анатолий Вадимович, а все-таки какие партнеры приоритетные, какие инвесторы, зарубежные или российские? Я бы здесь приоритеты не стал расставлять. Безусловно, мы поддерживаем каждый внутренний проект, тем более, если это наш внутренний инвестор, это проект бизнеса, который находится непосредственно в Челябинской области, и прилагаем для этого все усилия. Борис Александрович Дубровский в ручном режиме сопровождает каждый проект, который реализуется у нас в регионе, который мы ведем. Но иностранные инвестиции, они интересны технологиями, они интересны тем, что у них нет проблем именно с финансовой ликвидностью. В частности, тот проект, который мы посмотрели, то производство, которое было ранее в эфире, вот как раз привлечение инвестиций в развитие уже созданных производств и создание совместных предприятий с иностранными инвесторами, на мой взгляд, это очень хорошая модель взаимоотношений. Спасибо вам большое. Напомню, что в студии у нас был директор агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лапко. Реклама будет короткой. Мы вернемся через минуту. Смотрите во второй части «Телефакта». Кому в лесу жить хорошо? Журналисты пустились в погоню за косулями и попытались выследить кабана. Что из этого вышло, расскажем в репортаже. Шанс отыскать призы кооперы челябинцам откроют тайны старого театра. Центр по современному пятиборью появится в Челябинске. Те, кто занимается стрельбой, фехтованием и конкуром, вскоре будут тренироваться на территории конного комплекса «Рефей». Проект будущего спортцентра сегодня показали губернатору. Подробности знает Валентина Яковлева. Ксюша, молодец. Хорошо. Правой руку не тяни. Тренер Светлана Дубовик радуется за спортсменов. Скоро в их распоряжении будет целая тренировочная база на открытом воздухе. В Челябинской области у нас такой замечательный крышный манеж. Но наши спортсмены нуждаются в открытых площадках, чтобы мы готовились для спартакиады России, для первенства России. И выступали на лошадях именно на улице. Поэтому мы нуждаемся, конечно, в открытом поле. В этом году начнется первый этап. В планах постелить прогулочные дорожки и тротуары. А еще построить трибуны для зрителей. Ведь в Петербурге – зрелищный вид спорта. В первую очередь, конечно, будет востребован для простых жителей, горожан, кто хотят заниматься активным отдыхом. Не пассивным, а активным. Но для спортсменов это, конечно, уникальная, универсальная такая база, где можно проводить тренировочные занятия. Проект высоко оценил губернатор Борис Дубровский. Главе региона рассказали про второй этап работ, который стартует в 2018-м. На территории разобьют площадки для йоги и волейбола. А еще построят бассейн. О нем давно мечтают воспитанники Рефея. Сейчас пятиборцы тренируются на нашем манеже во время наших тренировок. Мы прекрасно с ними сотрудничаем. Мы очень рады, что в нашем комплексе будут развиваться спортсмены других видов спорта. Единственный на Южном Урале комплекс по пятиборью построят по проекту действующего центра в Кирове, который в 2011 году стал победителем федерального конкурса. На проект направлено из федеральной и областной казны почти 400 миллионов рублей. Валентина Яковлева, Андрей Костарев, Телефакт. В области еще есть фермерские хозяйства и деревни, которые в одиночку поднимают женщины. Руководители поселений сегодня пригласили в правительство области. Встречу провела сенатор Ирина Гехт. Она выслушала предложения, просьбы и вопросы деревенских глав. Вера Кондрашова возглавляет небольшое село Тарасовское. На встречу женщина попросила обратить внимание на ее маленькую, но перспективную деревню. Обратила внимание, что для создания фермерских хозяйств, для развития животноводства в Челябинской области выделяются гранты. Развитие молочного животноводства выделяется до 3 миллионов рублей на это развитие. Это очень даже нужно. Кстати, на территории России 7 тысяч сельских поселений, которые возглавляют женщины. В нашем регионе их около сотни. И наша область тоже в этой статистике. Сегодня здесь порядка 67 женщин. Мы бы хотели, чтобы вот это наше объединение женщин, оно стало и площадкой для обмена опытов, возможности поделиться своими наработками и проектами. Следующую встречу сенатор планирует провести с женщинами-предпринимателями. Пока областные власти рассчитывают субсидии, лесники считают подопечных. В заповедниках проходит перепись населения. Вячеслав Ватутин узнал, легко ли догнать косулю, как договориться с кабаном и вычислить, где обитает лиса. В Шуранкульском заказнике площадью 25 гектаров проводится зимний маршрутный учет. Задача лесников – почитать численность диких животных. Это зайцы, лисы, кабаны и косули. Перепись лесного населения – дело непростое, ведь животные не дадут просто так себя почитать. Но мы все-таки найдем следы обитания животных. Каждое животное ходит по-своему, так же, как и у человека, и своя походка. Поэтому и следы оставляют разные. Косуля тоже ногами вычерчивает полукружности. Ну, когда пешком идет, конечно, спокойно. И с советом специалиста мы сейчас попробуем определить, след какого животного мы обнаружили. Судя по всему, это косуля в глубоком снегу. Она оставляет следы, делая дуги. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас правильно определил, косуля это или нет? Да, это дуга. Вот мы видим здесь следы косули, следы горностая, лисицы, куницы. То есть каждый учетчик должен разбираться в следах. Маршруты должны охватить всю территорию заказника. Именно на этих самых лыжах за два дня специалист проходит весь путь длиной 15 километров. В первый день затираются все пересекаемые следы зверей. А уже на второй день проводится сам учет. И составляется отчет о численности диких животных, обитаемых на особо охраняемых территориях. Вячеслав Патутин, Илья Капелин, Телефакт. А мы составили подборку редких животных, на которых на Южном Урале охота запрещена. Так, в Красной книге есть упоминание о русской выхухоли. Этого зверька видели в Челябинской области последний раз в 50-е. И с тех пор ученые только предполагают, что где-то в регионе еще роют норы эти животные. А вот с ночницы Натерера лучше всего не встречаться. Этот вид летучей мыши настолько же грозный, насколько и редкий. Острые зубы и кровожадный хищный взгляд – это вы найдете, если рискнете исследовать южноуральские пещеры. А вот степная пищуха, наоборот, очень мила. Этот зверек напоминает кролика. Кстати, он умеет издавать громкие пронзительные трели. Услышать их можно в лесах Магнитогорска, Верхнеуральска и в Бредах. Некоторые животные водятся только в охраняемых заповедниках. Слишком уж охотники ценили их мех. В диких лесах, например, не осталось белоклетяг. Зато в Эльменском заповеднике планирующего грызуна встретить можно. И кто бы мог подумать, что обычный серый хомячок, оказывается, самый редкий вид из всех перечисленных. Он похож на домашнего, обитает только в Троицком районе. Правда, и там уже давно его не встречали. Выпуск продолжит рубрика «Кредит недоверия». Алексей Бодрый знает, какие фирмы на этот раз оказались в черном списке. Ему слово. Здравствуйте. Сегодня расскажу вам о том, почему юная копейчанка ходит в тонком старом пуховике. А еще почему многодетная семья из Челябинска мерзнет в собственной квартире. Мерзнет, пока ждет экспертов. Анна Юровских уверяет, ее дочь вынуждена ходить в старом пуховике. Все деньги они потратили на новый, из которого тоннами лезет пух. Экспертизу нам в магазине сказали, что нужно проводить за свой счет. То есть это надо минимум еще 2-3 тысячи платить. Помимо 12 тысяч, которые уже отдала за пуховик дочери. Отправилась в проверенный магазин «Спортмастер», в котором является постоянным покупателем. Начался зимний сезон. Девушка надела несколько раз новый пуховик и заметила, что из него лезет пух. Лезут перья из пуховика. Мы сходили в магазин «Спортмастер», я написала им претензию, что лезут перья. Они сделали свою экспертизу и сказали, что это не производственный брак. Анна решила вернуть пуховик обратно, но ей отказали. Якобы прошло время возврата – 14 дней. И посоветовали отдать на экспертизу. Эксперты «Спортмастера» вынесли вердикт. Пуховик испортили в результате неправильной эксплуатации и транспортировки сами покупатели. К производителю претензий нет. Экспертиза должна была проводиться при мне. А вы отправляете его неделю. Каким образом вы делаете экспертизу? Если пахнет, вот они лезут перья, кофта вся черная, вся вперед. Пуховик недешевый. Почему вы в зависимости от меня? Директор магазина предложил отправить пуховик на повторную экспертизу. Она должна пройти в течение 10 рабочих дней. Будем ждать вердикта. Если рассчитанный на зимнюю погоду пуховик был приобретен осенью, то только с момента начала сезона начинает течь гарантийный срок. В течение этого срока потребителям могут быть заявлены соответствующие требования к продавцу. А челябинская семья до сих пор мерзнет в своей квартире. Мордан Косумов, возмущен. Компания «Авелом» до сих пор не заменила окна, которые промерзают. И не выполнила своего обещания. Мордан Косумов так и не дождался от компании «Авелом» замены окон. Пришли, проверили, обещали исправить недочеты, но окна так и не заменили. Им звонили, а я говорю, а что вы сами... Она... что вы не переходите, что вы не меняете окна? Они сказали, что это не наша проблема. Мы позвонили в фирму. Менеджер Ксения нам рассказала о квартире, в которой сама ни разу не была. Неправильная вытяжка, плохое отопление и большие зазоры в фасаде. Если в квартире холодно, не греет отопительная батарея, почему будут излучать окна, что ли, тепло? Они только защищают, они излучают тепло. В квартире настоящий суровый уральский мороз. Ходят в куртке и обуви. Окна запотевают. Ремонт, который сделала семья, можно делать снова. Даже при старых окнах такой погоды в доме не было. Мы продлеваем кредит недоверия компании «Авилон». Это был кредит недоверия, и я, Алексей Бодрый. Если вам оказали некачественную услугу, не стоит об этом молчать. Срочно обращайтесь к нам по телефону 790-0202 или на сайт telefak.ru. К другим темам представители городской администрации вышли на лед. Без коньков, но с перечнем требований к подрядчикам. Почему в середине зимы некоторые ледовые площадки не отвечают требованиям, о причинах расскажет наш корреспондент. Сколько раз в неделю подливать-то? По контракту три раза. А вы как-то контролируете этот путь? Конечно. Подрядчики в зависимости от погодных условий должны чистить и теплой водой проливать лед два-три раза в неделю. Эта площадка сейчас выглядит образцово, считают активисты Народного фронта. А состояние корта в соседнем дворе оставляет желать лучшего. Подрядчик залил его с нарушением технологии. Было основание у этой площадки, хорошее основание, ледяное. И необходимо было обрабатывать площадку теплой водой, чтобы заровнять все трещины, все сколы после катания. Недобросовестных подрядчиков наказывают рублем. Пока только такая мера может повлиять на скорость устранения недочетов. Причем компании, которые боролись за тендер на обслуживание катков, как оказалось, в основном даже не знают, как это делается. Мы уже в письменном виде выставили им штрафные санкции. Нас не устраивает качество, оказываем нам услуг. Мы до сих пор на многих площадках подрядчику не оплатили за те услуги, которые они оказывают. На балансе муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город» находится 73 корта. Четыре из них не залиты по просьбам жителей, которые зимой продолжают играть в футбол. На сегодняшний день залиты все 69 площадок. Их проверка будет продолжена. По словам Евгения Иванова, ради комфорта и безопасности жителей, специалисты спортивного города готовы делиться опытом, чтобы улучшить ситуацию на всех площадках. Лилия Тахажеева, Алексей Бодрый, Степан Абаимов, Телефакт. Темы, которые не вошли в выпуск, доступны на сайте telefakt.ru. Сегодня вы там найдете. Мать, которая бросила трехлетнего сына в одиночестве на улице, морила его голодом. За свое навлевательское отношение к ребенку ей придется ответить в суде. Мужчина, которому за замечание о хамской парковке вонзили отвертку в голову, скончался. 43-летний Олег Коновалов, получивший удар в Новый год, умер в реанимации. В школах продлили карантин. Заболеваемость среди учащихся продолжает расти. Из-за эпидемии дети остаются дома в семи городах и районах области. Эти и другие новости доступны на сайте telefakt.ru. Там еще много интересного. Актуальное интервью, фоторепортажи и эксклюзивные видео. Завершаем выпуск информации о погоде в городах региона. Завтра в области будет снежно. В Кослях от 16 до 18 градусов ниже нуля. Осадки. В Золотоусте до минус 15 и тоже снег. В Магнитогорске минус 4,6 в дневные часы. В Троицке 10 градусов. Мороза пасмурно. Чуть холоднее. В Копейске до минус 15 снежно. В Мясе от 13 до 14 градусов ниже нуля. И на этом все. Новости уже доступны на сайте нашей телекомпании. В студии был Антон Бразцов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова